На востоке Украины наблюдается эскалация вооруженного конфликта. Украинская армия и представители самопровозглашенных республик обвиняют друг друга в нарушении перемирия и участившихся провокациях. В субботу в Донбассе под минометный обстрел попал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, посещавший зону проведения операции в сопровождении нескольких депутатов Верховной Рады, а также журналистов. В том числе сотрудников американского канала CNN и французского агентства France Press. Никто не пострадал. Также в субботу наблюдатели от ОБСЕ зафиксировали более полуторы тысяч случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе за один день. О таких цифрах не сообщалось с июля 2020 года. Штаб операции Объединенных сил Украины сообщил о гибели двух украинских военных. На фоне обострения ситуации Минобороны России распространила кадры с учений и стратегических сил сдерживания, в ходе которых были проведены запуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон», а также межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Владимир Путин наблюдал за ходом учения из ситуационного центра в Крымеле вместе с Александром Лукашенко. Комментируя ситуацию вокруг Донбасса, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении осудил использование тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов. По его словам, Брюсселе не верит сообщениям из ДНР и ЛНР о якобы готовящемся украинском наступлении. На прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский сообщил о своей готовности провести встречу с Владимиром Путиным. «Я не знаю, чего хочет президент Российской Федерации, поэтому предлагаю встретиться». Тем временем приграничные регионы России начали принимать беженцев из Донбасса после того, как в Донецке и Луганске объявили всеобщую мобилизацию. В Ростовской области был введен режим чрезвычайного положения. Украинские власти призвали жителей самопровозглашенных республик выехать на территорию подконтрольную Киеву.